Это сейчас селфи умеет делать каждый и даже не задумывается порой, зачем это нужно. А прообраз этого явления, автопортрет, всегда считался особым жанром в искусстве художников-портретистов. И появился он как особый вид портрета в эпоху Возрождения. Тогда художник стал осознавать себя творцом и задумывался о своем предназначении и о своем месте в этом мире. Человек в эпоху Возрождения начал иначе к себе относиться, к собственному я. То есть на самом деле автопортрет, идя по истории автопортрета, вообще можно понимать, как меняется отношение к человеку, отношение к личности, значимости самого художника. И нам показалось вот интересным и важным про это рассказать. Экспозиция первого зала – это репродукция автопортретов из разных стран и эпох. Здесь можно познакомиться с историями создания легендарных картин, узнать, кто из художников был рекордсменом в этом жанре. На выставке представлен и первый автопортрет, сделанный в России. На нем изображен русский художник Андрей Матвеев со своей супругой. Он так и называется – автопортрет с женой Ириной Степановой. Заглянув во второй зал детской картины галереи, вы окажетесь в Зазеркалье и сможете сами создать свой автопортрет. Для этого достаточно взглянуть на свое отражение. Мы попадаем внутрь этого всего, а там зеркала, и где человек может видеть себя многократно увеличенным. И в зависимости от того, какой он, то есть он также видит мир вокруг себя. То есть если он улыбается, и если он, допустим, расслабленный, если он в какой-то дружелюбной позе, то, в принципе, вокруг него все наполнение, все наполнено точно таким же. В этом же зале представлены детские автопортреты. Многие из них написаны красками на бумаге, но есть и сделаны из керамики. Посетить выставку можно до 26 мая. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События.